Чтобы карфагенское язычество основать, святилище любое построить. Мне чуть не хочется язычества, честно говоря. Им тоже заниматься. Так, царь Рима мертв. Мнение о нас осторожное, мнение Рима о нас злое. Бесплатный рабочий. Так, надо муштру брать. Это для улучшения юнитов. Со смертью царя Ромула сильно... Ну, кстати... Может... Ну, подождите, давайте мы сначала там повоюем этот ход. Во время обучения принц Магон подружился с юной Туалат. Отпрыском семьи Магонидов. Они стали практически неразлучны. Тренировки, уроки почти все свое время они проводят вместе. Приближается праздник, и Магон хочет провести выходные со своим другом. Ну, пускай. Или на царское празднование. Давайте лучше пригласим на царское празднование. Герцог Гиско вырос и тянется к знаниям. Будет изучать философию. Так, кстати, этого чувачка... Нельзя никак обучать, да? Он же слишком старый, что ли, чтобы его обучать. Я мог отсюда стрелять, я понимаю, но соседство с юнитом, и более, тут в городском районе у него защита выше. Он может реально замириться с Римом. Этот город мы как-нибудь попозже захватим. Он уже, не знаю, он его не может защитить. Слишком далеко. Так, спокойно здесь поставим город. Ну, видите, уже поселки 30 монет дают и две десятых счастья. Ну, правда, здесь отличается от прилегающих антитеатров вот этого вот всего. Так, это мы бесплатного рабочего получили. Так, жемчуг мы дидонианам посылаем. И форум. А, ну я, наверное, перемирие с Римом заключу. Мятежники около... Возле какого города? Возле Карфагена. Да, я мог на Риме прокачивать, но, во-первых, у него тут маловато юнитов. Во-вторых, я могу прокачивать и муштрой, который я сейчас получу дополнительно. Неожиданно всплывшие личные связи позволили нам напрямую пообщаться с правлением. Но я с хеттами буду улучшать отношения, а с Римом нет. Хотя мы почему-то с хеттами хуже. А, ну, самого становится. Сейчас тут не так много снято. Субтитры сделал DimaTorzok Все еще мало приказов у меня. Хоть правильные расы Ганнибала сделали, а не как Netflix к Леопатру. Народ доволен. И скоро наступает смена времен года. Пора праздновать. Синьератия или о династическом наследии? Или голь и бедноту? Так. А где синьерат и династическое наследие? Что-то не пойму. Так, синьерат и династическое наследие, это вот здесь нас... Ну... Шо это, шо это я не собираюсь менять. Так, шо, наверное, голе бедноту. Почувствуем. Просто харизму. Дополнительно. Получили, видели здесь культуры, да? Так, Гамилькар, генерал, мудрость. Плюс пять к науке, каждая мудрость все-таки. Два хода. Ладно, давайте казначейство один ход и совет один ход проведем. Вот так. Ой. Так, здесь воин готов, форум. Уж трасс следующим ходом будет. Ну и всех, кого я встретил, пока первый по очкам. Камилькар просвещенный. Так, дальше. О, бесплатный африканский слон. Надо брать. Какой слон? Какой слон? По дворцу кружат слухи, мол, в каменоломне неподолго нашли кости божественного зверя. Не в силах побороть любопытство, вы решаете лично посетить шахту. Когда вам показывают находку, вы немного подумав, заявляете, что кости принадлежат дракону. Топорщика получаем. Небесному смею получаем колесницу. Я бы колесницу взял. Перетолки о сверхъестественных способностях герцога Гиска дошли до дворца, вызвав переполох в среде ученых и исследователей. Если верить слухам из Академии, Гиска проводит свое время, запершись в импровизированной лаборатории в попытках раскрыть тайны природы и человека. Многие желают вызвать Гиска и расспросить на предмет полученных знаний. Но нужно помнить, что он еще ребенок. Ну, давайте вызовем. Олигарх Магарбал Судья назначает вам встречу, чтобы поговорить о делах, так как он недавно занял место главы семьи Диденианов после кончины Бамилькара из Королиса. Прогуливаясь по дворцовому саду, вы с ним обсуждаете разные темы, пока наконец не доходите до сути нашей встречи. Мой предшественник Бамилькар, упокой господи его душу, в прочитанных мной письмах приятно о вас отзывался, и я решил лично посмотреть, что вы за человек. Да, мы хорошо ладили. Ну, давайте еще и заплатим, чтобы получше отношения стали. На месте стоим. Кстати, уже много камня, можно, в принципе, подумать по поводу какого-нибудь чуда. Какие у нас тут свободные пирамиды? Но пирамиды можно только или засушливы, или песок у нас, по-моему, нету. У нас нету такой местности вообще. Так, из Ивеликий Зиккурат. А, священный город требуется. Вот проблемка. Ладно. С развитой культурой тогда что? Точнее, с развивающейся некрополь. Храмы. Ну, у нас нету храмов до сих пор. Царская библиотека. Вот новое чудо, кстати. Соединенные иностранные города дают науку. Без понятия, как это работает. Рядом с центром города. 600 камня, 300 дерева. И Джебель-Баркал. Все города храмы получают? Ни хрена себе. Холм и развивающиеся. Вот это прикольно. По завершении, все города случайно храм. Ни хрена себе. Блин, я попробовал этого. Я хочу пока муштру на... Ну, на прокачку юнитов. У нас, видите, амбиция. Еще 8 раз надо качнуть юнит. О, кстати, нам надо юниты здесь разместить. А, по-моему, у меня только один мечник, да? А эти прокачиваться не будут. А еще колесница есть. Вот колесницу надо еще вот сюда. Прачников мы не можем размещать. Вот в эти бараки. Ну, то есть мы можем, но они не будут ничего получать. Для них стрельбище нужны. Продолжение следует... Так как династии это стартовые лидеры, чтобы подольше попробовать их в настройках, ставьте полугодие и долгую продолжительность жизни. Ну, да, тоже вариант. Нужен для основания новых религий. Так, дисциплина Умагона. Пирамиды и Джебель Баркал. Ну, блин. Только я задумался о том, что надо Джебель Баркал строить. Там уже Греция его начала строить. Попробуем подружиться. Вот, давайте используем предлог, чтобы пошпионить. Слона сразу откроем. Заметный из любого уголка города амфитеатр станет местом проведения множества различных общественных мероприятий. Однако атмосферу для будущих зрелищ необходимо создавать уже сейчас. Чернь все чаще выходит на улицы Карфагена, призывая сделать арену местом казней и кровавых игрищ. Двор предлагает несколько идей для самого первого мероприятия, которое задаст тон этому месту культуры. Так, природные мотивы с дикой флорой и фауной. Лесопилку получим, лесничество откроем. Искусственное затопление для военно-морских реконструкций. Навигация. Место казни политических преступников. Не, я, пожалуй, лесничеству и лесопилку. Так, принц Магон закончил обучение. Так, тактик. Будучи лидером, дальность обзора увеличивается. Два мудрости, два дисциплины. А фанатик может совершать ускорение производства за муштру. Тоже интересно. А так у него вообще сколько? У него только одна отвага, одна дисциплина и все. Ну так. Ладно, давайте будут фанатиком. И дальше метафизику откроем. Чтобы архивы в городах строить. Так, чтобы основать религии. Вот, христианство. Требуется 12 граждан и город с иудаизмом. А так же метафизику открыть. Манихейство. Два города с христианством требуется. И монашество открыть. Ну, а карфагенское язычество это святилище построить. А, когда в мире. Ну, я ни с кем не в мире. Так что, мне кажется, нету смысла это чудо строить вообще. Так. Позначейство завершили. Есть гражданин. Ну, мы тут все вот в эти мрамор добывать. Все камнетесов в этом городе создаем. Есть посел. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Приказа нет, ладно, следующим ходом будем повышать Ну, по идее, должны выполнить амбицию Тут вот повышение 80, здесь 40, это уже два повышения, да? Ну и тут немножко, я думаю, хватит мне муштры Ваш сын и наследник не боится идти на риск И слывет рисковым Совет обсуждать, что делать с Римом И вы недосмысленно даете понять, что желаете избавиться от непокорного Авла Так, ну он тупой и неотважный, только харизма и дисциплина Может, не будем его убивать, а может, лучше кто придет Субтитры сделал DimaTorzok Ну вот этих я не могу никак А вот африканского слона можем еще, да? А, и колесницу Ну вот, собственно, выполнили амбицию Давайте штурм И свирепый Есть Четыре амбиции выполнено Вот теперь можем, собственно, даже апать юниты Так, здесь, как я и говорил, всадников тоже будем ставить Нам надо вот это еще город Рима захватить Я вообще себя буду чувствовать Ну, как бы, вот это вся наша территория Тут мы хорошо в защите Стоим и здесь против хеттов Прям, по-моему, красота будет Рудника, лесопилка Казначейство будет Еще до сих пор стены не восстановились Тут пастуха точно надо Лесопилку здесь Потому что рядом с охотничьим лагерем Лесопилки больше приносят Всего Так, ну теперь можно и скаутами походить Поисследовать Рим Где у него город? У него в итоге на данный момент А, уже пять городов вообще-то Ну, если не считать этого То у него тут еще где-то четыре города У хеттов шесть А у меня семь Здоровье генерала пошатнулось Царица-консорт Обладает чертой диковинное Не интересуясь придворными делами Герцог Гиска оставляет учебу Уселиться в ближайшем городе Утике Он использует свои знания Чтобы помогать населению С бытовыми проблемами Отдалившимися родственниками Женитьбами А иногда и политическими спорами За считанные месяцы Он становится любимым народом Вы столько вложили в Гиска Но философия учит каждого Следовать своему предназначению Становится аскетичным Не может собрать Не может иметь детей Не может быть Ваши полководки Так, это мы тут Опять амбицию выбираем Профессиональная армия Добровольцы Контролировать два юнита Максимального уровня Ну, кстати, тоже вариант Ну, то есть Дальнего и ближнего боя У нас там одна Вообще возьму По-моему У этого прачника Вообще один уровень Остался Если я правильно понимаю Ну, а мечника Как-нибудь уже Постепенно Ну, или Тут кого-нибудь из этих Докачаем Потихоньку Так, а что у нас тут По городам Еще не везде гарнизоны В четырех городах Не сделаны Население Слабовато Население растет Недовольство Еще более-менее Четвертый уровень Это не так уж плохо На этот момент Так, я думаю Этим скаутам Надо вниз вернуться Чтоб пойти там Города Рима Обсмотреть А этим тут Побегаем Да Там конец карты Вот город Раз-два-три Неужели тут прохода Никуда нету Дальше у него Так Мятежники У королиса И у собрата Сейчас побежим Да, тут лучше Нету смысла Воевать с кем-то Из цивилизации Тут лучше Пока с этими Мятежниками Разбираться Мы расселение Закончили У нас больше Пока некуда Селиться Пока надо Свои города Улучшить О, ваш наследник Лживый Ноу гуд Скромные посланники Из хеттского царства Кланяются у трона Не осмеливаясь Встретить ваш Проницательный взгляд Их прислали Просить вас О помощи Будущее поколение Хеттов Не забудут О вашей щедрости Не откажите же Нам в час нужды А что не хотят 240 соцкапитала Ну, в принципе В принципе Поможем Повинуясь Зову сердца Ваш сын Принц Магон Сбежал со своей Возлюбленной Попытаться Сохранить лицо Заявив Что их свадьба Была запланирована Ну, давайте попробуем Что-то у нас Принц Магон Пошел по Наклонной дорожке Покатился Я бы даже сказал О, прачник этих умирает Извлечь урок Становится смиренным Теряет горделивость Или получить топорщика Давайте топорщика Так, и где у нас еще Восстаршие Вот здесь Как раз топорщик В тему Покатился Смотрим Теренц Магон Теренц Магон Теренц Магон Теренц Магон Субтитры сделал DimaTorzok Или подождите, или тут спецов У нас три гражданина тут, что нам в казначейство Что мне снег, что мне зной, что мне дождик проливной Когда Гамилькар со мной Пастух-воин Так, в Карфагене, кстати Тоже три гражданина Кстати, после война форум построим Потом каких-то спецов тоже поделаем Скорее всего, пастуха сюда Или лучше сюда спецов Не знаю, подумаю еще, короче, пока А когда вы примете язычество Будете постоянно с другими религиями конфликтовать Никогда от язычества не можете полностью избавиться Рим, перемирие со скифами Двоюродный брат, мудрость Генерал прачников погиб на службе Так, метафизику Открыли, это мы можем архивы теперь Запускать науку получим Так, давайте у нас дофига соцкапитала Давайте какие-нибудь Законы Вот дороги сможем строить Наши шпионы в ближайших скифских поселениях Сообщают о растущем числе чужеземных гостей В особенностях Ну, а где у нас скифские поселения? Дисциплина Угрожать скифам вооруженным конфликтом Ну Я бы поугрожал скифам Коранец, их все равно рядом нету Она согласна на ваши условия Не желая гневить могучие силы Карфагена Кайф Так, лучше сохранить наше участие в тайне Потому что мы интриганы Поменял местами В казармах, чтобы они прокачивались Так, наверное, гарнизон буду делать Ну и тут, я думаю Гарнизон пора У меня много соцкапитала, чтобы губернаторов размещать Они сотку стоят все А гарнизонов нету, чтобы размещать А, все, приказы закончились Архив даст две науки вход А по завершению еще просто 20 науки В каждом городе архив проведем У нас очень быстро тут техи пооткрываются Дипломат герцог Гиско Ваш сын и принцесса-консорт Прицвели на свет Сына по имени герцог Ютпан Ютпан Как им пришел в голову так сына назвать? Папа Акакия Подлая гадина Как можно было так сына назвать? Двоюродный брат и посол Да, мудрость Наместник в Карфагене Ловчая Лагерям и сетям 100% У нас там есть парочка лагерей Вдохновляющая культура Не хочу культуру здесь праведная Давайте праведную лучше Немножко уменьшим Так Тут пастух прямо сейчас один ход делается Ладно, пускай он доделает Я хотел Этого прачника выбрать На самом деле Форд Форд я думаю нам не нужен пока Добьем уже здесь Каменоломни Чтобы они Камень нам понадобили Я понимаю, что вам кажется, что у нас камня много В этой игре Камень нужен всегда Просто Просто всегда Вот это каменные места Вот тут куча камня Можно рядом с горами Если каменоломни ставить Кучу камня будет давать Баал Зибел Баал присутствует по-финикийски Зероастризм По-моему уже до конца А нет, еще что-то Можно будет принять Ну, зероастризм Практически максимально улучшен Лисопилка Потому что тут лагерь стоит Поэтому Тут у лесопилка Хоть всего лишь одно дерево Нормально будет построить Теперь во всех городах Архивы проводим И у нас, кстати А, меха не добавились Подождите, а где я тут А, это пастух Блин, это не Охотник был, а пастух Ну, это дополнительно Приказ, считайте Так, один из приказов Начал с каутами Похожу А потом решу Что делать с этим Рабочим Плато Триполитания Открыл Помпайло Ну, знаю Вот это как бы захватывать Не очень мне уже удобно Имху Вот этот город, да Мне кажется, надо захватить Ладно, давайте тут лесопилку Ну, в принципе У меня по ресурсам Вообще все же шипец Я бы скорее Эти Городские Ставил Но я и не видел Чтобы Хоть кто-то Сто лет у меня жил Бывало 90 лидер жил Возьмем Придворного Ученого И Придворного Солдата Потому что У нас уже будет Предел Иначе Помуштре Так Рабство Несчастье Но Рудники И каменоломни Плюс 20% Ресурт Ну, не сказал бы, что так это надо А свобода что? О, 44 золота Давайте лучше свободу И нам еще один закон нужен Чтобы мы могли крепость строить Наверное, гарнизон сюда А мы больше пока не построили Нигде гарнизоны Нигде Но мы строим В некоторых городах Так, я думаю Вот сюда лесопилку Форум и архив Второго уровня Тут надо будет Домик еще поставить И Колизей Форум Форум Архив Вот это Больше интересует Здесь Территорию Открыть Что-то не видать Еще одного города Ну Пока мы видим Банонию Помпоэло Бариум И Рим Это 4 города А должно быть 5 У хеттов 6 У меня 7 Но мы еще Тут Мы извините Еще не встретили Вот у нас Египет Здесь Вот здесь у нас Греция И вот здесь у нас Кушиты И еще тут Еще и Сирия Должна быть И Персия Вроде должна быть Блин Вообще Плюс 216 Давайте Может Как-то Уровни Уже Давать Или Например Улучшить А У нас Нету Так Надо Следующим Ходом Поулучшать У нас Нету Приказов Просто Подождите У нас же Амбиции Контролировать Уровни Контролировать Два юнита С максимальным Уровнем Вот Надо их И прокачать Просто До максимального Уровня Рим Начинает Средство Некрополя Так Наместник В Королисе Хитрый Зажиточный Бережливый О Стоимость Улучшение Давайте Бережливый Давайте Я думаю Домик Вот сюда Так Значит Из рукопашников У нас Тут что Из прачников Из прачников Вот четвертого Прачника Мы просто Реально Можем До последнего Уровня Сейчас Качнуть Осадных Дел Суровый Давайте Храбрый Против Ближнего Боя Оба Есть Один У нас Последнего Уровня Есть Теперь Рукопашни У нас Колесница Качев Качевника Опять амбиции уже будет О, гарнизон Так, сюда давайте Так, это единственное, где гарнизон построен Да Кто у нас тут есть? На муштру Ну что они все несчастья добавляют? Давайте вот этого карт-хала 19 лет, смотрите Полишивый с бородой Уфига себе Молодежь в нынешнее время Все, заканчиваем ход Двоюродный брат набрал отвагу Гиско жестоким становится Гамилькар мудрый Мудрый мужеложец Практически этот, скороговорка Придворный ученый Акербант Добро пожаловать Так, вот тут вопрос Колония или крепостничество Либо конституции и тирании открывать О, за городского специалиста Монашество нету смысла Или верховного советника посадить Давайте верховного советника, наверное, сначала Откроем Так, продолжаем слона улучшать Повышать в смысле Я думаю, так я понимаю Следующим ходом Или следующим, или через ход Выполняем амбицию Следующим ходом Выполняем амбицию, да Ой, дальше можно улучшать Элитная всадница амазонка Ну, слушайте, им прокачки нельзя давать Но зато их можно улучшать Вон Так Сколько нам тут понадобится Нам надо оставить просто какую-то часть Четыреста нам надо Нам надо двести муштре оставить будет Хватит, да Отлично Прокачали еще армию на нет Нет, слушайте, это прикольная способность у Карфагена Если у тебя есть рядом Действительно Племена, у которых ты можешь нанимать за деньги Ну и деньги есть То это очень-очень круто получается Так, и тут еще гарнизон мы построили Вот Акербанта можем как ученого Или может поддержать Акербанта для Премьер-министра Блин, вот это вот мне не нравится Что плюс к несчастью добавляется И минус к росту еще Не нравится мне Ладно, царицу консорта можем посадить пока О, можем уже царскую библиотеку Ну блин, там странная способность У меня ни с кем Даже мира нету Стоимость улучшений Но нужен священный город Да, не особо, не особо Акербанта Тут может уже спецов каких-нибудь Вот только куда Ладно, форум-архив Тут охотника Чтобы меха получить У нас какая-то уже семья получает Михаи, то мы в какой-нибудь город отправим Здоровье олигарха пошатнулось Агийская набрала отвагу Ваш сын потерял дисциплину У нас какой-то Наследник так себе В Немруде христиан Короче, ассирийцы основали христианство Вавилоняне основали манихейство Все, у нас походу Или иудаизм еще Нет, не может быть, чтобы иудаизм был Потому что иначе христианство нельзя было бы Так, слуги часто Замечают царицу консорта В садах за размышлениями о природе жизни, смерти и стремлениях Однажды она просит вас разрешить ей брать уроки у одного из придворных философов Да, наверное, позволим В столице наметилось противостояние Ваш родственник, герцог Гиска Играя на самых примитивных страхах народа Громогласно заявляет, что он ваш наследник Что, нет, что ваш наследник, принц Магон, приемный И что он имеет гораздо больше права на карфагенский престол, чем Магон Реально? Ну, у нас-то приемный, да Но этот, в каком месте он? Он даже так четвертый в очереди Типа, если не принц Магон, то кто у нас будет первый? Вот это герцог Адгербал, то есть его отец Герцога Дриска Жаждет там сеть Страной будет править Магон Блин, ну а что там у Магона? Мудрость минус один, зато отважный А у этого что? Ну, этот Такой Он еще и жестокий Нет Нет, у нас точно, если из этих выбирать, то точно Магон Так, и Выполняем амбицию Знаете, гроза Хотя он тут против пехоты Ближнего боя Одно, штурм Есть, пять амбиций Выполнено Ну, на этой Радостной ноте я, наверное, и серию завершу И стрим завершу Половину амбиций Выполнили Развитие Вроде идет неплохо Сложно сказать Продолжили Ну, на стриме показывать Так-то я, наверное, запишу прохождение дальше А вот на стримах или нет Другой вопрос Сейчас все хотел посмотреть Да, все Все религии приняты Зароастризм Кушиты Иудаизм Египет Христианство Ассирия И манихейство Вавилоне И все, кстати, далеко от нас Френ знает Мы, походу, без религии Блин, походу, язычество надо реально ставить Но Он только с этими развивается Это так неохота Ну, ладно, это уже в следующий раз Спасибо, что смотрели Играйте в умные игры Обратите внимание на Old World На дополнение По-моему, прикольно Все Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok